Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Город в лицах с вами. Сегодняшний наш гость, поэт Николай Скрипкин. Человек, который хотел стать егерем, а стал главным редактором издания Мещерская сторона. Вашему вниманию. Не буду скрывать, почему заинтересовала ваша персона. Нахожу ВКонтакте, Николай Скрипкин, такие хорошие стихи, на мой взгляд, хорошие стихи. И он признается, что толчком для написания стихов послужила так называемая блатная левейка. Начал стихотворство с блатника, да? Да, и вот первые свои стихотворения блатные помните, нет? Помню, конечно. Вот, прочитайте, пожалуйста. Ну, я помню, если не вот начало, помню, конечно. Там была предыстория. До этого я не знал, какую я музыку слушаю. И 8 марта 2005 года на телеканале НТВ я увидел концерт Александра Новикова, Александра Васильевича. И был его концерт. Вот. И я услышал такие песни, там, и Шансонетка, и вся... И когда мне было 20 лет, очень красотка. Самое интересное, что все песни не блатные были, но был стереотип, что Шансон это блатняк. И вот почему-то я начинал это после этого, я написал свое первое стихотворение. Я до этого писал песни, ну, как в школу, в начальной школе, но это так. А потом же я начал первое стихотворение, вот это называется «Тюремный романс». Там в том саду, в воскресный вечер, где черемка цвела, ты пришла ко мне навстречу. Ты красивая была, аромат такой блаженный, точно красная Москва. Я обнял тебя за плечи, засучивши рукава. Были шумы, были крики, здесь гуляли фраера. С какого-то парнишки они брали гонорар, а потом конвой на гряну, вооруженный до зубом. Всех прохожих прошмонали, прошмонали фраеров, ну и так далее. И смысл в таком, что в том саду, в воскресный вечер, где черемка цвела, ты пришла ко мне навстречу. Ты меня весь год ждала. Вот такая история о любви. А потом уже дальше Петерина, вот знаете, молк могу такую. Мне нынче, вот, уже в школе я написал, как блатное... Как ты написал-то? Блатное детство вспоминаю. Хотя вот... Хотя вы, смотри, блатное детство, откуда вообще? Вы же нормальной семьей. Ну да, конечно, интеллигентные люди. И откуда это было? А вот, кстати говоря, все вот блатные песни писали очень интеллигентные люди. Например, Юс Олешковский, Окурочек, к примеру. Или с Одесского Кичмана пел Утесов песни-то. Он интеллигентный человек, а? Любил такие блатные песни. Даже сам Сталин любил эти песни. Знаете эту историю-то? Почему? Вот так у нас же такое. Почему такое? Это другая сторона жизни, которая была им неведома. И так же, как вам. Я к вам подвожу. Да вот, смотрите, мне кажется, что... Нужно побыть в другой шкуре. Вот, я об этом говорю. Ну, иногда все-таки хочется быть разбойником. Иногда хочется. И вам до сих пор хочется быть разбойником? Нет, ну разбойником в плане, как в стихах. Да я понимаю, что в стихах. Вот сейчас, а вот сейчас я уже не могу... Я бы с удовольствием написал такое произведение, как вот Екатерина, как и Маренко. Такие блатные стихотворения, но уже не получаются. Мне кажется, ощущение, что вот эти песни, не я их придумал, а кто-то сверху. Мне эти писал, а я просто эти... Буковки ставил. Да, да, да. Смотрите, вот вы, говорит, не получается. Потому что вы главный редактор газеты Мещерская сторона. Да. Вас зажали в эти рамки редакторские. Ну, видите, говорит, я не могу написать. Я не могу написать блатную песню. Вот никак не смогу пока. Вот не получается. Ну, я говорю, причина какая? То, что вы главный редактор? Ну, во-первых, ну как, нет, не поэтому. Потому что я с удовольствием напишу такую песню или такое стихотворение, блатное стихотворение. Но вот не получается. Ну, вы знаете сами, что Александр Розенбаум-то. Его одесский цикл, это и Гопстоп, и Зойка, и Нинка. Там много таких вот песней с криминальным оттенком. Вот. А сейчас уже все. У него уже все идеи закончились. То есть он с удовольствием, он сам говорил в интервью, что он сам бы с удовольствием написал бы такую песню блатную. Но не получается. Ну, не происходит. Сейчас что-то из последнего прочитаете? Ну, своего? Конечно. После инсульта вот многие врачи сказали, что ты стихотворение не будешь. А я все-таки уже сочиняю стихотворение, так что после инсульта. И вот, кстати говоря, после инсульта я, наверное, через месяц лежал в больнице. И потом уже выписали, но у меня сейчас идет, по сути, реабилитационное восстановление. Вот. И все равно... Ну, например, вот давайте я вот такой... Вот тогда после инсульта я написал стихотворение такое автопиографичное. Называется «Выкарабкался». Вот. Выкарабкался, а значит, долго буду жить еще, да и плюну на удачу через левое плечо. Раньше как-то бестолково, будто пропасть, будто бред, а теперь дороже слова. Его ценнее нет. Выкарабкался не в гневе, не беда, что хмурый день. Чистый воздух, а на небе всю политну приодень. Сто дождей, двести радуг, легкий бриз, а после ривень, ливень, или солнце светит. Радуй, значит, ты чуть-чуть счастливей. Выкарабкался, и точка, больше никакой не дуг. И чтобы ни дня без строчки, а поможет лучший друг, то как хочу, а то плачу, то вознаг, то горячо. Выкарабкался, выкарабкался, а значит, через левое плечо. Ну, такой оптимистичный. А вот скажите, Николай, такой вопрос. Жизнь делится на до и после, до инсульта. Ну, конечно, до этого я очень много проблем и с речью, и вообще. Не в этом плане, в моральном плане. По-другому начали на жизнь смотреть, когда смерть оказалась совсем рядом? Ну, да. Хочется много сделать еще. Пожить. Пожить, да, еще сделать что-то, и написать что-то нового, хорошего стихотворения. И увидеть что-то. Поедет в другие города, может, в другие страны тоже. Раньше как-то, ну, работа и работа. Хотелось бы больше и путешествовать побольше. Очень хочется. Побольше общаться с друзьями. И о друзьях. Друзей много не бывает. А друзья, расскажите. Поддержали вас? А, конечно. Да. Друзья, конечно, очень и поддержали. Вот мне всего, например, мой самый лучший друг Серега Чернышев. Мой одноклассник. Мы с первого класса вместе дружим. Вот он в гости. Общали тоже и про это, и про инсульта, и поговорили. Так что, друзья у меня хорошие. Что для вас друг? Как разделить? Приятель, друг? Ну, вы знаете, такую фразу, как у Олега Митяева. Дружба – это круглосуточное. Вот. Оно так и есть. Что можно позвонить в любой день, ночью. Мало ли, что случилось. Всегда друг поможет. Он приедет, он позвонит, он поможет где угодно. И даже, может быть, не деньгами, но морально и физически. Очень нужно. Сейчас к вашей хочется профессиональной деятельности подойти. И сейчас очень много ходит разговоров о том, что официальная журналистка. Нет, вы официальный журналист. В смысле, у вас же официальное издание. Конечно, конечно. Вот, официальное издание. Что официальное издание себя изжили или изживают. Пришло время блогеров, таких как я. Нет, я понимаю, что вы имейте в виду, что сейчас очень мало читают газет. Бумажные газеты. Есть интернет-газеты, а вот бумажные газеты мало читают. Но вот смотрите, например, вот я написал про девушку, про того же человека, который… С самоварами. Да, главный по самоварам. Человек не только коллекционирует самовары, но и реставрирует их. Или, например, про девушку, девушка-фельдшер, которая тоже очень много помогла людям. И родители читают эти… Даже родители, родственники, все покупают эту газету, читают. Им приятно, когда видится знакомое лицо на обложке. Они читают, им интересно. Так что пока есть люди, есть друзья, увидят знакомое лицо на обложках, то обязательно они будут купить эту газету и почитают эту статью. Если хорошая статья, то они скажут большое спасибо. Да, и что? Мне очень нравится ваша газета. Смотрите, сейчас тенденция такая, она уже не первый год, что многие издания, и печатные, и электронные, они ориентированы, скажем так, на криминальную сторону нашей жизни. Да. ДТП, ЧП, смерти, там какие-то увечья. То есть вот это все муссируется в интернете, на страницах изданий. Нижнее белье там буквально в смысле выворачивается, известных людей какие-то, и на телевидении в том числе. Вы считаете это правильно? Я вообще-то люблю, что... Вообще-то я мечтал писать о культуре, но пишу в основном о криминале. Но, кстати говоря... Вот, не вот, вот видите, видите. Но это жизнь, а все говорят, вот журналисты такие-сякие. Да нет, такая жизнь такая. Например, вот... Да даже вот на сайте про убийства просмотров намного больше, чем про театр, про спектакль. Понимаете, вот. А почему? Может быть, такой менталитет, может быть... Мы так и остались в 90-х? Мне кажется, 90-е никуда... Они в головах остались, они... Все развивается, но в мозгах люди все равно... Прокручивают их, да? Прокручивают, да. И что, какое должно быть следующее поколение, которое про эти 90-е не знает? Ну, сейчас у нас вообще и в мире, и в стране происходит... Сейчас у нас же идет, сами знаете, время тяжелое. Так что, вот, не дай бог, если опять вернется 90-е, опять вернутся. Вы считаете, что может быть такое? А сначала, помните, когда у Брежнева, потом... Сначала был сталинизм, потом Хрущев, потом застой так называемый, потом уже перестройка, развал Советского Союза, перестрелка 90-е. Потом уже все, в 2000-е уже стало по-другому, но... Сначала было то же, в царское время, потом революция, и потом и разбой. То есть, история развивается, и повторяется. То есть, вы считаете, что все повторится, может? Ну, не дай бог, мне кажется, что... А газеты, вот смотрите, я хотел поговорить. Нет, что хотел сказать, что, например, мы же не знаем, что будет завтра. По сути, люди живут, люди, вернее, сидят на парковом бочке. Что будет, кто знает. То есть, нет картинки завтрашнего дня? Нет, картинки нет, не уверены в завтрашнем дне. Это, может быть, самая большая беда. Вот я, допустим, воспитываю в Советском Союзе, да? Я знал, там, окончу школу, окончу вуз, там, то, сё, так далее. Мечтал быть военным. Я знал, что Родина обо мне позаботится. А потом бах, и одномоментно не стало ни Родины Советского Союза, не стало ни армии, в полном смысле этого слова. Всё развалилось. Сейчас в России может такой момент наступить, когда, ну, то, что мы сейчас имеем. Сейчас уже не Советский Союз, понятно, другая страна, а другую с той, другие отношения, всё другое. Но это могут развалить вот эти люди, которые, честно говоря, ненавидят Россию. А вы имеете в виду и про... И про власть, и про всё. Может такое случиться? Ну, вы имеете в виду ещё про те, кто уехали после... Да, после начала... 24 февраля. Да, могут они имеем. Ну, как вам сказать его? Ну, например, сейчас Андрей Макаревич, да? Вы знаете, прекрасный поэт, я очень люблю его творчество, я очень люблю. Ну, у него своя позиция, он уехал, но он... Я всё равно люблю его творчество, поэтому... Хорошо, хорошо, давайте вот так. А если бы у вас была возможность уехать? Нет, я бы никогда не уехал. Почему? Потому что, ну, я уже... Примык? Да даже не привык, я люблю свою родину просто. А в чём будет? Ну, в чём хорошо? Я никогда вообще... Даже не думал... И даже будет война, я всё равно остаюсь здесь. Я не хочу, я никуда не уеду. Вы любите Рязань? Конечно. А за что вы её любите? Или любят просто, потому что любят? Я родился в Путятино, знаете, Путятино, район там, а в... Ну, закончил школу и поступил в институт, в РГУ, и с 2009 года я живу в Рязани. Конечно, я берёс в город. Ну, красивый город. Много проблем, конечно, очень много проблем в Рязани, но... Ну, кстати говоря, он обновился. Все ругают Сорокину, вашу коллегу, которая тоже училка. Говорят, она тупая училка. Ну... Нет? Мы с ней лично не знакомы. Ну, вот вы, вы говорите, город обновился. Обновился за последнее время? Ну, на мой взгляд, вот когда уже после любимого город обновился. И... Реставрируют здания. Убирают. После какого любимого? После второго? После второго. Ну, первого я был ребёнком. Так, интересная точка зрения. Мне моя девушка сказала, когда первый раз она приехала ещё при Ховалёве, да, говорит, что в Рязани плохо. А потом, когда она второй раз приехала, смотрит уже при любимом, говорит, нет, а вот смотри, действительно, да. Что-то делают, что-то строится, что-то... И убирают получше. И стало намного чище, кстати. Намного чище. Именно в последнее время? В последнее время, да. Хорошо, вы говорите строю. Хотя вот тоже, понятное дело, что и, ну как, осенью листья плохо убираются, и... Но... Я так понимаю, что и дворчик, конечно, очень не хватает. Это понятное дело. Но мы не можем такого завести количество таджиков, как в Москве. У нас денег столько просто нет. Принципиально не касаюсь я... Принципиально я не касаюсь вот этого вопроса застройки Борок. Почему? Потому что я уж в курсе, да, я в каком клинче с так называемыми градозащитниками по вопросу Есенинской Руси. То есть я считаю, что... И это мое глубокое убеждение, что это резервация самая настоящая, что базовые права жителей Рязани, граждан России, они зажаты. И тем не менее, смотрите, вы как человек, который в теме, он обязан быть в теме, главный редактор газеты, как вы думаете, Борки надо застраивать? Интересный вопрос, конечно. Но вот... Вы на... Вот я откровен, мы же откровенно разговариваем. Смотрите, вы на стороне градозащитников или на стороне Зеленого сада? Прямо вот откровенно. Зеленый сад хочет построить там. Градозащитники... Зеленый сад, у них идея очень хорошая. На мой взгляд, идея хорошая. А или как вы имеете в виду? Не, ну вот об этом я говорю. Идея хорошая? Ну, идея хорошая. Другое дело, как будет проект, посмотреть, как он будет реализовываться. Как он будет реализовываться? Как он будет реализовываться? Мы же посмотрим. Ну, вот идея, вот и питомник. Вы знаете про питомник? И про питомник идея прям потрясающая. И я видел проект, ну, я видел сам проект тоже по картинкам, да, красиво. Но... А что получится? Ну, раньше, Борка, вы знаете, что не видно, не видно Кремля. То есть, все застроят и Кремля будет не видно. Будет не видно, да. Ну, это основатель теории? Нет, ну, раньше был кто? Раньше был завод. Сейчас уже все был, 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 был пустырь. Пустырь он тоже не нужен. Зачем? Лучше, чтобы построить новый микрорайон, я считаю, это очень хорошо. Я тоже так считаю. Да, я считаю, что это микрорайон и люди будут жить, как уже там и школу построят, и детский сад построят, и место очень красивое. И практически в центре города. Да, и практически в центре города. Потому что я вот с вами полностью согласен. Кстати, это не со мной, это мое такой, скажем так, неофициальный, но субъективный, да, я считаю, надо строить. А вот смотрите, опять мы, вот раз мы коснулись застройки города, да, надо ли весь город застраивать, вот особенно окраины, прямо вот такими 30-этажками, которые закрывают, или как вот ваше, вы никогда не думали, концепция развития Рязани, куда она должна? Ввысь ползти, в ширину, ну, ну, к примеру, грубо говоря, Луга, вот где этот пост ГАИ. Мне кажется, скоро, например, дашки даже, скоро вообще будет центр города, дашка песочная, потому что все равно застрой, ну, этот, уже построили новые дома, продолжается строительство, так что люди будут. А вы никогда не задумывались, откуда вообще люди берутся в этих домах? У нас же вот только буквально на днях сказали, что даже Путин обратил внимание, президент страны, что в Фризанской области крайне низкая рождаемость, а дома растут как грибы, люди в них живут, откуда люди берутся? Я думал тоже про это, но сколько сейчас, как сказать, нет ли такого ощущения, что мы вообще оставляем Рязанскую землю без людей, сельскую местность? Например, все уже уехали из городов, в селах, конечно, деревни умирают, деревни умирают. Ну, разве это нормально? Ненормально. Ну вот, смотрите, например, я уже свой Путинский район объездил от и до. Была такая вот, есть такая деревня, Ясная Поляна. Раньше было много народ, но года, лет пять назад я, кстати, на Козле заказал машину, вот, потому что туда, ну, на легковушке не проедешь. Вот, на Козле по бездорожью мы, там жили две бабушки. Ну, было уже за 80, вот, они жили от Путятин, это километр, наверное, 20-25 через лес, это очень далеко, и по бездорожью. Вот, я пообщался с этими бабушками, написал про них статью, что, и вот они, кстати, все остальные уехали, они остались, потому что они были, вот, патриоты своей страны, можно сказать. Они, как говорится, есть такая поговорка, где родился, тому пригодился. В 60-е года построили этот поселок, в 90-е остался один дом, сейчас даже одного дома нет. Почему? жизнь и смерть, 30 лет. Ну, а вы никогда не думали, я не спрашиваю человек, нет, вот над чем, я сейчас скажу. Я не буду задавать вопрос, это он глубоко, интимный, верующий, вы не верующий. Я не верующий. Ну, вы ответили, верующий человек. А вот, знаете, существует такое понятие, что ли, где есть церковь, там есть жизнь, на селе. Кто-то такую, какую тенденцию заметил. Если церковь, церковь работает, то там жизнь теплится. Если церковь, церковь нет, и все, и там все. Ну, кстати, да, вот интересное наблюдение. Это помните в фильме «Покаяние» Тенгиза Абладзе? Нет, не помню. Ну, там старушка спросила, вы куда идете? Эта дорога идет в церковь? Он говорит, нет, дед, дорога не идет в церковь. Он говорит, а зачем нужна дорога? Дорога должна идти только в церковь. Ну, по фильму. По храму должна идти. По храму, да, храму. Итак, про личничество. Кстати, говорят, интересно, вы сказали, что, да, действительно, может быть, в селах, да, а в деревнях уже они умерли, а вот села, есть церковь, есть, ну, потому что отличание села от деревни, потому что в селе есть церковь, есть храм. Да, это очень интересное наблюдение. Итак, про лесничество. Вот, 30 лет построили населенный пункт, то есть, все, люди жили, даже магазинник свой был, потом плоп, люди все отсюда уехали в другие города, деревня, деревня, или, никто не продали, никому не нужен, все. Хорошо, вот как раз мы про лесничество поговорили, вы как-то обмолвились, что в детстве, как получилось, что мальчик, который хотел стать егерем, стал журналистом? В детстве я очень хотел быть егерем. Почему? Ну, я лес люблю, я очень страшный грибник, я обожаю, да. Прям, все равно, даже будет грибник. Конечно, вон, фотографии там полно. Да? То есть, вы знаете места, на фотках у меня ВКонтакте, все говорят, мы уже грибы, тем более в этом, в июле, в августе, в июле, все говорят, фотографии с полными ведрами, то есть, с грибами, мои фотографии. Все говорят, а где ты их нашел-то? Музей исклетили, а грибов нет. Я говорю, все-таки я знаю места. Ну, там у себя дома, в Путяньевском районе, или же? В Путяньевском районе, да. У меня свое место, да, в Путяньевском районе, свои места, грибные. Так что... Может, вот понимаете, вот как раз, грибные места, у меня такая вот, ассоциация. Может быть, вот мы живем в этих... Ну, я-то нет, мне повезло, я живу на земле, в Солочи, мать... А вы грибник? Нет? Я, у меня грибник, жена, страшный грибник. Страшный грибник, в общем, как вы говорите, страшный, она очень любит грибы собирать. Мне повезло, а вот я смотрю на людей, которые живут в многоэтажках, в квартирах, может быть, мы вот это вот корни-то, землю оторвали, и в этом тоже наша беда какая-то. Да вот нет, вот смотрите, потому что, ну и понимаете, и работы тоже нет. В деревнях нет. А нет такого ощущения, что это специально все сделано? Ну... Или жизнь сама вот поменялась? Вы смотрели фильм, документальный фильм Никиты Михалкова, «Своя земля, и очужая земля», два фильма. Вот смотри, там про это вот есть. Там конец случается в том, что он поставили, то есть никто не живет, но зато построили туда телефон. И он начал, поэтому он позвонил, позвонил сначала в скорую, в пожарку, и в... Полицию. Полицию, да. И он им задавал вопрос, типа, он подумал, сумасшедшая, нет, он говорит, деревня-то умерла, вы знаете, деревня умерла. Вы куда звоните? Вы говорите, что случилось? Вам заболели? Нет, деревня умерла. Вот. Деревня умерла. Вот, смотрите, говоря, вот я ездил тоже на рыбалку. Ну, есть такой поселок, ой, поселок Унгар, село Унгар, вернее, я туда вот ездил на рыбалку, Малиновка. Кстати, родился вот наш рязанский художник, он умер недавно. Ну, известный он, народный художник России-то. Минкин, Минкин. Вот. Он тут родил, ни одного дома стоят, но никто не живет. Пустота. Понимаете? И, а есть такой человек, последний, у нас такую тоже статью, называется Урский губернатор. Был такой поселок Ур. Вот. Он был, он мужчина, он Чернобылец, я бы про него тоже писал. Вот. он остался последним в этом селе. Никого больше нет, дома отпустуют, а он один живет. Смотрите, тут еще вот, миграция населения. Интересно, вот мы сейчас заговорили об этом. Все-таки программа называется «Город в лицах», да, пора завершать. Было бы у вас возможно. Вот у вас вы пишете хорошо, вот я сейчас прочитал, правда, бегло в вашей статье. Хорошо пишете, в раз вам звонок. Пишу я лучше, чем говорю, кстати, после инсульта, конечно. Звонок. Николай, из Москвы. Николай, мы вам предлагаем поработать в федеральном издании, вот приезжай, вы едете? Нет, я уже привык. И опять этот вопрос. Я привык к Рязани, я уже... Это момент инерции, вы еще молодой человек. Нет, я уже привык к Рязани, я хочу здесь жить. И не хочу уезжать, и не хочу уезжать из Рязани. А вы хотите сделать жизнь в этом городе лучше? Или вы делаете лучше? Хочу делать лучше, конечно. Очень хочу. По закону жанра, с чего начали, с того и надо заканчивать, да, стихами, стихи есть. Вот хорошо мы с вами поговорили о деревне, о селе, сельская тематика. У меня есть такое стихотворение, деревенские бани. Давайте я прочту. Деревенские бани и туман на реке прикоснуться б губами да крумя на щеке. Здравствуй, милая детка, годы, ну нам ли до них засветилась ты в девках? Все, нашелся жених и под звон благовеста будет литься вино. Ты пока что невеста, скоро станешь женой. Истопью-ка я баньку, и с тобой вдвоем после пива полбанки, прямиком в водоем. Хорошо после пара плыть в просторах реки, мы красивая пара, ну где ж амуры стрелки? Ковш горячий на камне, веник вышибет дурь, в лету прошлый канет, скажет, что на роду щечки, черная родинка, пост, спот стекает со лбов, вот такая эротика, вот такая любовь, пусть ругаются бабки, время, главный колдун, деревенскую баньку я к тебе приведу, дым из печки клубами, счастье сжато в руке, деревенские бани и туманы реки. Супер. Ну и город в лицах про Рязань, что-то про Рязань. Давайте есть произведение про Рязань. Моя Рязань произведение. Кто-то думает о Москве, кто о городе на Неве, кому-то лучший друг стал Екатеринбург, но хочется сказать тебе, моя Рязань, всего лишь пару слов, конечно, про любовь. На улицах твоих родится новый стих, а вот Кремлевский вал, где поцеловал ту прежнюю свою любовь, и вот пою такой неброский гимн Рязани, не другим, но и театральную, да с площади Победы, я на свидание за пять минут приеду, я буду вовремя, ни пробки, ни почем. Рязань, твое надежней всех плечо, купил букетик, купить букетик, забегу в цветочный блюз, в эти дворики, в которые раз влюблюсь, а после дождик грозно вдарит, ну и пусть, я на почтовой шандале развею грусть. На пристаних кокских вод, нас белый ждет пароход, я с девочкой высший класс, и танцы всю ночь, и танцы всю ночь для нас, под пьяную в хлам луной, со спутницей пьем вино, как птицы, лишившись гнезд под цветом рязанских звезд, эх, прогуляться по есенецким местам, да что-то хочется, да что-то за день я немного подустал, водится, плещется, фонтан, монетку брось, не гоже девочка, проснуться нам поврось, а по карманам буйный ветер пробежал, уже рассвет, в небеса горит пожар, ты что же, кореш, зажигалочку гаси, я все же думаю, нам хватит на такси, свои у каждого города, кому-то хочется Магадан, свои у каждого к ним любовь, кому Челябинск, кому Тобов, я прочитаю все по глазам, твоих счастливым, моя Рязань, другого города не ищи, ты всей России надежный, щит, на театральную, а с площади победы, я на свидание, за пять минут приеду, и все знакомо, и деревья, и земля от новостроек, до Рязанского Кремля, вечерний город, зажигает фонари, давай с тобой наедине поговорим, а с души я сброшу всей надоевшей груст, я на почтовой шандале развею грусть. Что ж, дорогие друзья, на этом пока все, не правда ли? И вот именно эти люди и являются лицами нашего города. Всего доброго, даст Бог, увидимся!